В этом году дипломы за подписью главы региона и премии в размере 100 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе и дети. Лауреаты ежедневно преодолевают трудности и доказывают своим примером, что человеческие возможности безграничны. Наше творчество – это был выход на новый уровень. И я думаю, что у нас еще все впереди, хоть я, скажем так, возраст, уже на пенсии я, но все равно я думаю, что еще все наши награды, все наши, все-все у нас еще впереди. Как отметила вице-губернатор Анна Менькова, в крае ведется большая работа в этом направлении. Для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают реабилитационные центры. Недавно такое учреждение появилось в Белореченске, а для особенных детей есть более 50 специализированных школ и интернатов. Хочу поблагодарить и, конечно, всех тех, кто сегодня занимается интеграцией инвалидов в общество. Это и врачи, и учителя, и наставники, и социальные работники, которые работают с такими людьми. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо семьям, которые сегодня принимают детей с особенностями в свою семью. А что касается власти, то мы, в свою очередь, делаем сегодня значительно для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Вы знаете, что на территории Краснодарского края за последние несколько лет открылось несколько реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в крае проходит декада инвалидов. Она продлится до 10 декабря. В эти дни проводят множество лекций, концертов и обучающих программ для людей с ограниченными возможностями здоровья.